Здравствуйте! На канале ИТОН-ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду я, Михаил Горин, а с нами на связи из Минска политолог Валерий Карбалевич. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте! Вот буквально вчера в среду общенациональное телевидение Белоруссии выпустила в эфир двухсерийный фильм, который называется «Убить президента». И в нем рассказывается о якобы готовившемся покушении на Александра Лукашенко, которое было раскрыто совместно с спецслужбами Белоруссии и России. Собственно, это уже перестало быть новостью, но этот фильм широко анонсировался и говорилось, что вот в нем расскажут всю правду о том, кто и как, что готовил и так далее. Скажите, пожалуйста, вы видели этот фильм? Да. Насколько все это было убедительно рассказано, показано и так далее? Было ли интервью с людьми, которые подозреваются в этом якобы покушении? Что было, собственно говоря? Ну, интервью это назвать сложно, потому что показали видеозапись их допросов в КГБ. Они в качестве заключенных давали показания. Если это можно назвать интервью, то можно и назвать, конечно. Но я бы хотел обратить внимание вот на что. Значит, что такое заговор? Заговор – это такое мероприятие, где есть какие-то четкие планы, когда называются некие воинские подразделения, которые должны захватить какой-то объект к какому-то конкретному дню, какой-то дате, день X. Во главе этих подразделений должны стоять какие-то конкретные люди. Вот это есть план, план, что называется, заговора. В нашей ситуации мы введем в виду только разговоры. Разговоры людей, которые говорят о том, что хорошо бы было, надо бы было, вот нужно бы сделать вот это. Фактически единственный человек, который говорил более или менее что-то конкретно, это КГБшник, который представлялся сотрудником, офицером Министерства обороны и который вел переговоры вот с Зиньковичем от имени офицера Министерства обороны. Вот он говорил, что в каких-то воинских частях, подразделениях есть какие-то люди, которые готовы выступить против Лукашенко. Ну вот если это можно считать планом, то, конечно, можно называть это планом, но я бы это назвал просто разговорами, просто, скажем так, болтовнёй людей, причём большей частью эмигрантов, которые вообще в Беларуси не живут. Вот, и вот эти люди готовили заговор. Насколько это убедительно? Ну, дело в том, что белорусское общество достаточно сильно расколото. Те люди, которые не доверяют власти, они ей вряд ли доверяют, и вряд ли они поверили в то, что им показали. Ну, а доверяющие власти, наверное, поверили. Насколько это впечатлило людей, скажем так, нейтральных, такие тоже есть, хоть и немного. Сложно говорить, в Беларуси социология запрещена, поэтому без социологических исследований сложно сказать, насколько всё это было убедительно. А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что показали в этом фильме допросы подозреваемых в этой организации этого покушения в КГБ. А что на этих допросах они говорят? Потому что до этого анонсировалось, что они вроде бы дали некие какие-то признательные показания. Там действительно такое есть? Ну, во-первых, эти люди признались в том, в чём их обвиняют. Во-вторых, они пересказали то, что они уже говорили на встречах с этими якобы офицерами Министерства обороны, которые на самом деле КГБшники были, ничего особо нового они там не сказали. Ну, вот ведь основная мысль авторов этого фильма, кроме того, что это был заговор против Лукашенко, ещё состояла в том, что этот заговор организован Соединёнными Штатами Америки. Ну, вот тут было достаточно всё так натянуто, потому что там в основном были показаны, опять же, вот эти переговоры Зинковича с этими как бы офицерами, подставными офицерами Министерства обороны. Здесь Зинкович говорит, что я попробую выйти на Ленгли, то есть на ЦРУ, то есть у него нет контактов ещё, но он только собирается ещё выйти. Говорил о том, что у него какие-то есть связи с еврейскими организациями Соединённых Штатов, ведь, дескать, эти организации ему помогают. Ну, а единственный контакт с представителями спецслужб США, этот Зинкович уже на допросе в КГБ говорил о том, что когда он получал американское гражданство, то с ним вели разговоры сотрудники ФБР и ещё кто-то. Возможно, что это были представители ЦРУ, и они спрашивали, является ли он агентом КГБ. Ну, как я понимаю, это стандартная процедура при получении американского гражданства. Ну, собственно говоря, на этом и все связи, все доказательства того, что за этим заговором стоят американцы, ну, как бы всеми этими ограничиваются. Скажите, пожалуйста, вот эта вот встреча Зинковича, я так понимаю, центральное доказательство всей этой истории с агентом КГБ, который выдавал себя за офицера Министерства обороны Белоруссии. И со всеми этими цитатами вот про Ленгли, про еврейские организации и так далее. Нет сомнений, что это действительно Зинкович, что это не постановка с кем-то, что это кто-то другой там? Ну, судя по всему, что показали, у меня нет сомнений, что это был Зинкович. Сам Зинкович. Да, сам Зинкович, и он, собственно говоря, не отрицает это уже в ходе допроса в КГБ. Поэтому тут, наверное, все правильно. Понятно. И Федута тоже подтверждает на этих допросах, что он участвовал во всей этой истории? Да, подтверждает, потому что, ну, там документально зафиксировано, во-первых, что он говорит в Зуме во время какой-то дискуссии, и потом, что он говорит в Москве в ресторане Тарас Бульба во время встречи с этими так называемыми сотрудниками Министерства обороны, которое было записано. Трудно отрицать, когда вот все это показывают себе на записи. Скажите, пожалуйста, существует как бы в обсуждениях всей этой истории много версий, безусловно, но есть три как бы основных. Первое, что да, действительно было, действительно пытались организовать переворот, захват власти. Там как пытались, хорошо, плохо, правильно, неправильно, уже другой вопрос. Но пытались. Второе, что все это было инспирировано белорусским КГБ и преподнесено уже Лукашенко, как вот разработанную операцию. И третье, что это было вообще все организовано по заданию Лукашенко, который таким образом вот хотел доказать Москве, что он в опасности и нуждается в помощи. У вас есть какое-то понятие собственное, к какой версии вы склоняетесь, или вообще, может быть, к другой? Что это было? Ну, тут скорее симбиоз первой и второй версии. Были люди, которые обсуждали действительно радикальные способы переворота в Белоруссии, в том числе убийства Лукашенко. Но это было не план заговора, а, скажем так, разговоры о заговоре. КГБ об этом узнал. И после этого он включился в эту игру. И именно КГБ являлся, как бы, ну, провокатором, что ли, инспирировал все дальнейшие разговоры и перевод этих разговоров уже в какое-то конкретное русло. Поэтому вот тут, как бы, симбиоз первой и второй версии, я бы сказал. Понятно. Скажите, пожалуйста, вся эта история, особенно с учетом того, что если действительно она была, и, как вы сказали, это был симбиоз, но в основе все-таки была, она пойдет, может пойти во вред репутации белорусской оппозиции, хотя эти люди вроде бы и не имели к ней прямого отношения. Вы сами вначале сказали, что это иммигранты, у которых связь с Белоруссией очень такая сомнительная. Но, тем не менее, может ли это навредить именно репутации белорусской оппозиции? Ну, наверняка да. Ну, опять же, в чьих глазах? Я уже говорил, что белорусское общество достаточно четко поделено по отношению к Лукашенко. Вот. И вот в этой части общества, которой Лукашенко не верит, то вряд ли это произойдет какое-то впечатление. Та часть, которая верит, это меньшая часть, но наверняка они еще больше возникнут, у них ненависть к оппонентам власти. Насколько это повлияет на людей, которые некий нейтралитет сохраняют, ну, сложно сказать. На зарубежье, на внешних актеров, ну, сложно говорить. Я думаю, что Россия воспользовалась этой ситуацией на полную мощность и даже, я думаю, гораздо успешнее капитализировала эту историю в своей внешней политике, в своих интересах. Даже Путин в послании федеральному собранию об этом говорил, причем значительная часть внешнеполитического раздела была посвящена этому заговору. Россия этим воспользовалась, да. Насколько это воспримут на Западе, насколько я понимаю из всех заявлений, которые есть у зарубежных дипломатов, то это воспринято как, ну, какой-то мифический заговор, какой-то несерьезный. Какие-то вот разговоры о заговоре, а не настоящий заговор. Поэтому я не думаю, что эта история как бы поменяет слишком, ну, существующий расклад политических сил, как внутри страны, так и за рубежом. А не может ли эта история дать в руки Александра Лукашенко какие-то новые рычаги для большего закручивания гаек? Или эти рычаги и так у него были, это не имеет тоже никакого значения? Ну, безусловно, в пропагандистском смысле власти уже используют эту историю для усиления политических репрессий. Для объяснения того, почему надо садить оппонентов в тюрьму. Ну, дескать, никакие это не мирные протесты. Вот на самом деле они готовили силовой захват, готовили убийство президента. Вот. Ну, в этом смысле, да, это какой-то мере легитимизирует политические репрессии. Возможно, Лукашенко сам действительно поверил в этот заговор, потому что вот его заявление, что он готовит какой-то странный декрет о том, что если вдруг меня убьют, то функцию президента перейдут к Совету безопасности, что является нарушением белорусской конституции, потому что, согласно конституции, в случае, если президент не может исполнять свои обязанности, то его полномочия переходит в премьер-министру временно, ну, и который должен в короткое время провести новые президентские выборы досрочные. Вот. Вот. Коль Лукашенко этим так возбужден, ну, значит, на него это произвело серьезное впечатление, коль он готов принимать какие-то неконституционные действия, не дожидаясь даже принятия новой конституции. Валерий, большое спасибо за ваш комментарий, что нашли для нас время. Всего вам доброго. До свидания. На этом все. Напомню, что с нами на связи из Минска был политолог Валерий Карбалевич. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok